изоляция такой термин который придуман нашими западными партнерами и которые пытаются действовать исходя из него имперских ностальгических амбиций как я понимаю чуть что не так чуть что не по их они сразу хватаются за эту санкционную дубинку на честное слово время для этого уже прошло и думать надо не об изолировании партнеров а о том чтобы вовлекать всех без исключения в совместную работу но то с какой просто одержимостью они пытаются найти подтверждение того что россия оказалась дескать в изоляции и даже не столько пытается найти подтверждение сколько их искусственно создавать меня просто удивляет я многое повидал на своем веку но чтобы серьезные страны всю свою дипломатическую мощь бросали на то чтобы выкручивать руки всему миру в том числе ближайшим нашим партнером расчете на то что они все-таки вот поддадутся на аргумент непреложности и незыблемости территориальной целостности при игнорировании всех других принципов уставон вот такая прыть меня просто ну просто поразило сколько тратится сил серьезных государственных институтов голосование на генеральной ассамблее из того же разряда делается это разными методами вернее путем сочетании разных методов для начала как я знаю украинским нашим соседям посоветовали сделать текст максимально не конфронтационной и выдержаны исключительно в таких как бы через позитив подается то что нужно уважать территориальную целостность украины ну кто собственно против этого будет возражать но это даже не половина правды может быть какая-то небольшая доля правды вы понимаете о чем идет речь и наши зрители понимают и после этого кому-то в расчете на наивность говорят смотри какая хорошая резолюция подпишись стать соавтором кому-то кто гораздо более искушен и понимает о чем идет речь говорят если ты не поддержишь эту резолюцию то будут последствия после и называть какие будут последствия мы это знаем к нам коллеги приходят доверительно объясняют почему та или иная не слишком крупная страна вынуждена поддаваться такому 7 грязи своего рода санкциями тоже как безусловно что не будут подписаны намечавшиеся контракты либо какие-то иные политические скажем дивиденды будут отозваны вот но вот таким путем если взять в расчет то что вот западная группа такая в широком ее понимание включая австралию новую зеландию японию ряд других стран она где-то составляет наверно 40 с небольшим государств но вот еще пол сотни стран выкрутили руки или убедили каким-то иным способом мы не испытываем каких-либо негативных чувств по отношению к этим делегациям это не скажется на наших с ними отношениях понимает россии чем дело да мы понимаем но я не могу не привести и другую цифру около 70 стран не поддержали эту резолюцию а вместе с теми кто вообще не участвовал 93 так получается еще пополам так что так что здесь наверное западная пропаганда по-другому и сейчас назвать нельзя эту машину который работает в сфере средств массовой информации будет это подавать как колоссальную победу но мы цену этим победам знаю давайте еще раз 100 против россии 93 это совокупно те кто выступил за россию воздержался или вообще не приняли участвовать и в том числе наверное к ним относятся и такие смелые страны которые несмотря на давление что перед так безусловно безусловно и это достаточно мужественный поступок он абсолютно не антизападный не антиукраинский он отражает глубокую понимание тех кто не присоединился голосование за особенно те кто проголосовал против глубокое понимание происходящего это совсем не про территориальную целостность это совсем не про украину китайская народная республика самого начала сказала что она рассматривает эту ситуацию в совокупности исторических и политических факторов китайская народная республика заявила о категорическом неприятии попыток решать эту проблему не политическими методами попыток прибегать к санкционному давлению и наша контакты с китайскими партнерами показывают что они не просто понимают как они подчеркивают законные интересы российской федерации во всей этой истории но у нас с ними идентичное понимание причин нынешнего глубокого кризиса на украине наши партнеры с упорством опять же для меня необъяснимым потому что к тому времени все было и всем понятно требовали чтобы мы в миссию обсе на украину обязательно включили посещение ею крыма как частью украины и повторю можно по существу расходиться с нашим пониманием ситуации можно не принимать те решения которые были приняты российской федерации в ответ на просто ошеломляющие по большинству населения волеизъявления крымчан по существу можно расходиться мы это понимаем это это жизнь но не понимать реальной политики не понимать абсолютной безнадежности требований к нам то есть в тот самый момент когда мы заявили что мы примем любое решение крымчан по итогам волеизъявления и тем не менее говорить нам ну хорошо вы это сказали уже устами президента но давайте напишем миссии поедет на украину включая крым это просто это дипломатическая наглость или полной дипломатической несостоятельность мы настаивали на том чтобы вот в свете этих способностей наших западных коллег жонглировать словами различные это и трактовать различные формулировки чуя способность которые они не раз доказывали чтобы в этих условиях писать не просто миссии на украину а перечислить города и регионы в которые эта миссия поедет естественно в этом перечислении есть и западные и восточные города и естественно там нет ни одного населенного пункта который расположен на территории крымской республики российской федерации если говорить о том что произошло за последние дни дай бог если все эти заявления правительства и действия правительства являются результатом какой-то воспитательной работы которые с ним провели наши западные партнеры но повторю лучше поздно чем никогда но давайте посмотрим что из этого получится и удастся ли совладать с теми на кого пришедшие к власти люди опирались для того чтобы попасть на нынешние свои посты то что происходит вот в последние дни вокруг верховной рады когда верховный когда правый сектор вновь осадил это это высокое учреждение требует отставки министра внутренних дел потому что убили сашко билова которого хоронили как национального героя это тоже о чем-то говорит как бы не относиться к тому что его значит гибель связана с какими-то вопросами и наверное как и любую смерть надо расследовать это подробнейшим образом но не обратить внимание на то какой моральный подъем произошел из его смерти среди людей с повязками правого сектора и с принципами которых мы все хорошо знаем это очень тревожный сигнал